Под строгим контролем за состоянием цены на продукты и первые необходимости в эти дни пристально следят различные службы. Курирует Моритоник Минэкономики региона. Очевидные проверки сегодня прошли сразу в нескольких торговых центрах. Сколько нарушений было выявлено, расскажет моя коллега Мадина Джанхотова. Накрыть стол более нарядно и изысканно, удивить гостей необычными вкусными блюдами, своей целью во время праздникового разы ставит практически каждая хозяйка. Другой вопрос, позволят ли финансы. От разновидности продукции полки супермаркетов чуть ли не гнутся, а вот цены оставляют желать лучшего. Экзотические фрукты, конфеты, сладости и в обычное время стоят недешево, а в праздники так и подавно. Многие торговцы намеренно завышают цены на продукты, видимо, руководствуясь безысходностью граждан. Поэтому руководством республики было принято решение создать комиссию, которая будет заниматься мониторингом цен. Очередной рейд в составе представителей Министерства экономики и администрации города Магаз прошел сегодня в торговом центре столица. Рейдовые мероприятия мы уже начали с понедельника, с 20-го числа. В нашей городе мы обходим сети магазинов, также с владельцами магазинов проводим разъяснительные беседы, чтобы они в период месяца Рамадан не превышали цены на продовольственные товары. А на сегодняшнем рейде так особо выявлено нарушение, что превышение цен мы не выявили. А также хотелось довести до населения, что 29 мая на территории города Магаз, администрация города Магаз, спланирует ярмарку 29 мая. Ярмарка будет проходиться по улице 65 лет Победы. Мониторингу подверглись в основном мясомолочная продукция, крупы, фрукты и овощи. Особой разницы в ценах члены комиссии не обнаружили. Цены пока стабильно держатся. Смотрим, что будет дальше. Нет, нет, не повысились. Как они были, так пока есть. Будем дальше наблюдать, как она будет расти или будет держаться на месте. Но, по крайней мере, руководители говорят, что цены они не будут повышать. Лейла Бузуртанова приобретает продукты в этом торговом центре не первый год. И сейчас, накануне праздника, ей есть с чем сравнить. Нет, они не поднимают, наоборот, еще снижают цены. Да, в преддверии снижают. Вот стейк у них 350 рубля. Везде он 380 рублей стоит. Мы стараемся придерживаться золотой середины. Для нас самих важно соблюдать соотношение цены и качества, дабы удержать постоянного покупателя, говорят торговцы. Стараемся сдерживать цены. На некоторые товары даже скинули. Возьмем там яйцо, молочко, даже скидывается. А вот из покупателей где-нибудь жалуют обычно по поводу цены? Бывает такое, что недовольство? Вы знаете, наоборот, даже бывают очень лестные, как говорится, отзывы, что у нас дешевле, выбор шире, что у нас в магазине приятно приходить к нам, что нас очень радует. Некоторые товары руководство магазина периодически отпускает по акции. И сниженная цена совсем не говорит о низком качестве продукта. Наведались в очередной раз представители министерства и в супермаркет «Забава». Здесь также роста цен зафиксировано не было. Наоборот, учитывая то, что Рамадан – месяц добрых дел, на некоторую продукцию здесь объявлены скидки. Конечно, с проверкой нам приходят. Это у них плановые проверки бывают. И мы сами смотрим, есть ли у нас просрочка, все ли у нас хорошо в магазине. Конечно, проверяют. Как это не проверять? А цены мы не поднимали. На месяц Рамадан мы вообще не только не поднимали цены, мы делали скидки от 15 до 30%. Не вечером, не утром, не днем, а в течение дня. Эта акция продлится до конца месяца Рамадан. Снижать уже установленные цены владельцев магазинов никто и не просит. А вот если в предпраздничные дни они не будут их завышать, то это позволит достойно встретить праздники семьям с разным достатком. Мадина Джанхотова, Тимуль Карахоев, Дани Тимурзи, Вести Ингушетия.